Дорогу пешеходам на Горького преградила тяжелая техника. Уборка старого асфальта и 20-сантиметрового слоя грунта – процесс трудоемкий, но обязательный. На землю или глину плитку класть нельзя, просядет. Поверхность под будущее покрытие лучше утрамбовать песком, тогда оно ляжет ровно и выдержит нагрузку. Ради нового тротуара он растянется от Шевченко до Богдана Хмельницкого, пешеходы готовы потерпеть. На площадке перед колледжем культуры тоже снимают старое полотно. Участок площадью в тысячу квадратов выровняют по многочисленным и давним просьбам сотрудников СУЗа. Из-за ямы провалов каждое лето он стоял в воде. Здесь обустроят стоянку на два десятка машин. На место старого покрытия уложат плитку, но не простую, а усиленную. Она на 2 сантиметра толще тротуарной. Выдерживает вес до 10 тонн, то есть подъезжать к колледжу культуры смогут даже КАМАЗы. 200 метров по Красноармейской вдоль сквера Мира сдадут уже сегодня вечером. Готовый тротуар подметают не красоты ради. Речным песком забивают трехмиллиметровые щели между плитками. Это антивандальные меры. Утрамбованное таким образом пешеходное покрытие руками не разберешь. Всего на реконструкции пешеходных зон сегодня трудится 120 человек. Не только в центре, но и на окраинах. За летний сезон получается у нас порядком 44 тротуаров. Но это не только тротуары, а парковки туда входят и тротуары, совмещенные с парковками. На сегодняшний день у нас получается в работе уже порядком 15 объектов. 10 из них на стадии завершения, 5 только в начале работы. За весь сезон по данному аукциону будет порядком 20 тысяч квадратных метров положено плитки. На ремонт тротуаров в этом году потратят 119 миллионов рублей. Треть выделенной на дорожную компанию суммы.